Ужас, который происходит в Сирии, это печальное доказательство того, что случается, если поток информации перекрывается. Это мнение Джулиана Асанжа. Интернет-правдоруб уверен, что в отношении любой горячей точки, где крайне сложно или вообще невозможно работать журналистом, будет возникать масса спекуляций на тему происходящего. Логично. Но тем не менее, есть ситуации, когда объективных выводов прессы и независимых экспертов, к сожалению, все равно не хватает, чтобы урегулировать ситуацию. Так, применение химического оружия сирийскими повстанцами по-прежнему интерпретируется как деяние Башара Асада. Эти обвинения Дамаску порядком надоели. В ООН получили от Сирии письмо с заявкой на присоединение к Конвенции о запрете химического оружия. Власти передают арсенал под международный контроль из-за соответствующей инициативы России, а не по причине американских угроз. Это принципиальный момент. Башар Асад дал понять, что он всегда старается выбрать дипломатическое решение. Силовые же меры вынуждены. Ответ мятежникам и террористам, которые два года назад радостно откликнулись на просьбу Запада устроить в спокойной стране заварушку. Известие о том, что Сирия готова отказаться от химического оружия, стало для Белого дома полной неожиданностью и поставило Обаму не в самое удобное положение. Хотя именно американские политики натолкнули российский МИД на идею дипломатического разрешения конфликта. Во время поездки по Европе госсекретарь США Джон Керри обмолвился, что передача запасов химоружия под международный контроль позволила бы избежать американской интервенции. Спустя считанные часы МИД России выступил с заявлением. Пришло известие о том, что Джон Керри сделал заявление, согласно которому ударов по Сирии можно избежать, если Дамаск передаст все химическое оружие международному сообществу. Мы не знаем, согласятся ли на это в Сирии, но если установление международного контроля над химическим оружием в этой стране позволит избежать ударов, то мы немедленно включаемся в работу с Дамаском. Официальный Дамаск согласился с предложением Москвы. По словам самих сирийцев, Россия одна из немногих стран, которым все еще можно доверять. Если это предложила Россия, то пусть так и будет, мы верим ей. Это хорошая инициатива, я поддерживаю ее. Теперь причин для войны нет. Обама наверняка разочарован, но теперь он точно не посмеет напасть на Сирию. Своим предложением Лавров отправил американских милитаристов в нокаут. Официальной причиной для вторжения в Вашингтоне называли опасность распространения запрещенных вооружений. Нет вооружений, нет такой опасности. Обаме даже пришлось отложить решающее голосование в Конгрессе. Планировалось, что на этом заседании сенаторы проголосуют за вторжение. От милитаристской риторики лауреат Нобелевской премии мира все же не отказался. В эмоциональном телеобращении к нации Обама заявил, что он до сих пор уверен, химоружие в Сирии применили правительственные войска. 21 августа войска Асада отравили газом более тысячи человек, включая детей. Изображения этой атаки вызывают ужас и отвращение. Тем не менее, никаких доказательств вины Асада в трагедии под Дамаском Обама так и не предъявил. Получается довольно глупая ситуация. Ничего противозаконного сирийские войска пока не сделали, но в Белом доме их обвиняют в тяжком преступлении. Эксперты считают, что власти самой развитой страны мира должны осознавать, дипломатия не может строиться на эмоциях, а обвинения на показаниях из разряда не видел, но уверен. Как заявил в своей статье в газете New York Times президент России, вторжение в Сирию ударит не только по региональной стабильности на всем Ближнем Востоке. Эффект от войны погубит всю систему международных отношений. Запад объявил о поставках боевикам предметов нелетального действия или гуманитарной помощи, но в результате запады страны региона контактируют с террористами напрямую и поддерживают их всеми видами оружия, в том числе отравляющими веществами. С каждым днем появляется все больше фактов о химатаке под Дамаском, и эти данные свидетельствуют не в пользу противников Асада. Бельгийский ученый Пьер Печенин-Дапрата провел в плену сирийских мятежников почти полгода. После своего освобождения он рассказал бельгийским СМИ много интересного, как об инциденте с Зарином в пригороде Дамаска, так и о самих революционерах. Мой друг Доминика, мы вместе были в плену, пережил две ложные казни. Джихадисты подходили к нему с револьвером и делали вид, что выводят его, чтобы застрелить. Как-то я случайно услышал разговор старших офицеров из бригады Фарук, сирийской свободной армии. Они говорили о том, что войска Асада не замешаны ни в использовании Зарина в пригороде Дамаска, ни в ряде других громких происшествий. В четверг Сирия официально присоединилась к конвенции ООН о запрещении химического оружия. Готовится процесс передачи складов под международный контроль, отравляющие вещества и боезаряды будут уничтожены. План мирного урегулирования уже обсудили Джон Керри, Сергей Лавров и Лахдар Брахими, спецпосланник ООН по Сирии. Стороны договорились встретиться в конце сентября в Нью-Йорке и, возможно, созвать таки конференцию «Женева-2». Аналитики полагают, что на две недели в сирийском вопросе настанет затишье. Надеюсь, что решение будет найдено не только по химическому оружию. Уверен, будет рассмотрено и политическое урегулирование конфликта в широком спектре, что позитивно скажется на гуманитарной ситуации в Сирии. Открыто против мирного разрешения кризиса выступила лишь вооруженная сирийская оппозиция. Но на этих парней даже западные спонсоры теперь смотрят с подозрением. Свой имидж революционеров-романтиков мятежники испортили давно. Сначала кадрами, на которых боец оппозиции пожирает внутренности убитого солдата. Дальше массовыми казнями неверных и поджогами церквей. Остается надеяться, что на большую сцену сирийские экстремисты выйти не успеют. Юрий Козлов, Вокруг планеты. Юрий Козлов, Вокруг